Токсичные реки, мусорные берега. В Украине стремительно растет количество свалок. Продолжает свои путешествия по стране львовский мусор. К примеру, сегодня под Киевом полиция обнаружила 60 тонн львовских отходов. А вообще свалки покрыли уже 7% территории Украины. Это 40 тысяч квадратных километров. И все эти горы мусора несут прямую угрозу жизни людей. Из-за выделения метана там постоянно возникают пожары. На этой неделе горело под Днепром и Полтавой. Обошлось без последствий, но никто не может дать гарантии, что трагедия в Грибовичах не повторится на любом другом полигоне. Почему власти ничего не решают с мусорной бедой? Про грязные проблемы Павлина Василенко. Он распространяется, а точнее разъезжается по всей стране. Львовский мусор везут целые караваны грузовиков. Зупинили караван, мы бачим пантажевок с сметтям в кількости 5 штук. Фуры с душком задерживает и полиция, и рядовые граждане. Документацию изымают, водители допрашивают и отпускают. А свалки растут. И вместе с ними новые пожары. Ведь и путешествия львовского мусора начались после пожара в Грибовичах. В этом году в начале мая загорелся Харьковский полигон. Тушили его 20 машин и 30 спасателей. Через несколько недель горела свалка под Полтавой. Огонь хоть и погасили быстро, мусор на глубине тлел еще долго. А на днях полыхало под Днепром. Огонь был виден за несколько километров. И летом подобные самовозгорания возникают часто. Тонны неразделенного мусора гниют. На свалках образуется метан. А для возгорания достаточно дождя. Когда свалка горит, что происходит? В воздух выходит очень много канцерогенных веществ. Это фураны, это диоксины. То есть все вот эти вот тяжелые металлы, полимеры, ПВХ, которые содержат хлор. Но свалки это неконтролируемая такая зона бедствия. То есть такая мини-эко-катастрофа. И таких зон бедствия в Украине 7% территории. Километры плодородной земли покрыты токсичным мусором. В стране 7000 законных свалок и в 5 раз больше нелегальных. В среднем в день человек продуцирует полтора килограмма отходов. В год это более полутонны. Каждый год в Украине появляется 20 миллионов тонн мусора. Если погрузить его в вагоны, получится товарняк, который растянулся бы на 5000 километров. Это как от Киева до Лондона и обратно. Эти чайки в небе не признак моря или реки. Рядом огромная свалка. Киевский полигон номер 5 в Подгорцах. Именно сюда попадает больше половины столичного мусора. Всего здесь захоронено 7 миллионов тонн отходов. Все, что накопилось за 30 лет. И эти горы отходов просто закапывают. И в цивилизованном свете такой метод поводжения с отходами, как захоронение, он неприятным. И от него все цивилизованные страны отмывались. Мусорные берега и зловонные реки. Это фильтрат, мусорная вода. На пятом полигоне есть защитный экран. Но и он не всегда спасает. Экологи говорят, любая свалка отправляет грунт в радиусе 20 километров. От пятого полигона до Подгорцев меньше километра. В селе люди давно уже не пользуются ни колодцами, ни колонками. Говорят, вода здесь испортилась почти сразу после появления свалки. Мусорное соседство ощущается и в воздухе. Запах в округе очень тяжелый. Но в прошлом году службы все же взялись за полигон. После трагедии в Грибовичах. Начали укреплять склоны и пересыпать мусор с землей, чего не делали с 2011 года. Полигон поддерживался не соответственно нормативу. Нужно, чтобы функционировал постоянно функционал обладнания, который прерабатывает фильтр. Мы только в прошлом году отновили переработку фильтратов. Но это полумера. Менять следует всю систему. Ведь в Украине нет ни одного мусороперерабатывающего завода. Чтобы изменить ситуацию, нужно поменять законодательство и ввести специальный тариф на переработку мусора. В Европе мусорят не меньше, но отходы стараются перерабатывать и правильно собирать. Вот смотрите, вот эти вот упаковочки, они на самом деле перерабатываются. Тара вот такая чистая, есть гарантия переработки. Как только там появляется жир, остатки еды, никто не будет с этим возиться и отмывать. Это пойдет на свалку. У людей есть выбор. Я плачу много и не сортирую, либо же я сортирую и плачу очень мало. В Украине подобные инициативы единичные и ограничиваются разноцветными контейнерами во дворах, из которых отсортированный мусор зачастую попадает в одну кучу. Мусороперерабатывающих заводов нет, а четверть украинских полигонов не отвечают нормам безопасности и вполне вероятно, что Грибовичская трагедия может повториться в любом уголке страны. Павлина Василенко, Яна Клачко, Даниль Косаковский. Подробности недели, телеканал Интер.